Добрый день. Мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре компании Axelot. Тема сегодняшнего вебинара – реализация бумажной технологии в 1С, ВМС, логистика, управление складом, возможности и перспективы. Уважаемые коллеги, после окончания нашей презентации у вас будет возможность задать интересующие вопросы, написав их в специальном окне панели управления. Также материалы данного вебинара вы сможете найти на нашей страничке в YouTube или на сайтах axelot.ru и axelot.logistic.ru. А сейчас давайте проверим звук. Если вам нас слышно, нажмите, пожалуйста, на значок поднятой руки на панели управления. Как мы видим, почти у всех собравшихся со звуком все в порядке. Если у вас все-таки есть проблемы, попробуйте решить проблему в настройках своего компьютера или повторить подключение к вебинару. Мы начинаем. Сегодня вебинар будут вести Андрей Фаткулин и Мария Чавардаева. Добрый день, Андрей. Наш вебинар будет состоять из двух частей. В первой части я представлю вам нашу компанию и сделаю краткий обзор задачи, решаемых ВМС-системой. Во второй части Мария предоставит вам схемы про реализацию бумажной технологии ВМС-системы. И также во второй части мы перейдем к ответу на ваши накопившиеся вопросы. Итак, о компании Axelot. Компания Axelot работает на рынке информационных технологий с 1998 года. За прошедшее с момента создания время мы добились того, что наша компания стала устойчиво ассоциироваться с инновациями, масштабными проектами, умением найти подход к решению нетривиальных задач клиентов. Axelot сегодня относится к числу успешных и авторитетных компаний, занимающихся автоматизацией учета и управления. При подходе к решению задач клиента мы подходим комплексно, то есть не ограничиваемся исключительно автоматизацией, а также обеспечиваем клиента качественными услугами из области IT-консалтинга. Заказчик для нас не сторонний наблюдатель, а активный участник проекта. Одно из наиболее значимых, приобретенных в результате многолетнего опыта, отличительных черт в компании Axelot, это умение работать с транснациональными и крупными российскими предприятиями и успешно выполнять проекты повышенной сложности на самых различных участках их деятельности. На данном слайде представлены логотипы некоторых наших клиентов. Лично я насчитал 91 логотип, и это далеко не исчерпывающий список. Как вы можете заметить, наши клиенты из разных отраслей экономики. Являясь инновационной компанией, мы всегда ищем лучшие технологии для своих решений. Многие наши решения базируются на миксе различных технологий. Например, при внедрении в МС-системы могут быть использованы терминалы сбора данных и Wi-Fi оборудования от Motorola, принтеры штрих-этикеток от компании Zebra, серверное оборудование от IBM. На слайде представлен список текущих партнеров компании Axelot. Отдельно хочу отметить, что компания Axelot неоднократно являлась победителем престижного конкурса «Проект года». Здесь на слайде представлены логотипы компаний «Букет Чуваши» и «Аквалайф», эти проекты в которых получили эту престижную премию. Axelot особое внимание уделяет металлогическому аспекту выполнения проектных работ. Axelot. Накопленные в этой области знаний и опыт позволяют компании Axelot заниматься просветительской и издательской деятельностью. Например, среди книг, вышедших недавно, представлены эти четыре. Книга «Мировые стандарты складской логистики», «Склад как конкурентное преимущество», RFID «Одна технология тысячи решений» и новая, недавно вышедшая новая книга «Новые идеи в управлении цепями поставок. Пять шагов, которые ведут к реальному результату». Подробное описание этих книг представлено на сайте компании Axelot, а также все эти книги вы можете приобрести у нас. Прежде чем перейти к основной части нашего вебинара, посвященного вопросам реализации бумажной технологии ВМС, предлагаю кратко, буквально в двух слайдах, остановиться на понятии ВМС-системы. ВМС – это сокращение от английского Warehouse Management System. По определению консалтинговой группы Gartner, система управления складом – это система управления, обеспечивающая автоматизацию и оптимизацию всех процессов складской работы профильного предприятия. Основной целью внедрения в ВМС-системы является активное управление складом, в частности. Можно выделить следующие основные цели. Повышение скорости набора товара, получение точной информации о месте нахождения товара на складе в режиме реального времени, эффективное управление товаром, имеющим ограниченные сроки годности, оптимизация использования складских площадей, получение IT-инструмента для повышения эффективности и развития процессов по обработке товара на складе. Данным озвученным списком цели внедрения ВМС-системы не ограничиваются. В каждом конкретном случае и в зависимости от задач и параметров склада, а также от текущего уровня развития склада, может быть свой уникальный набор ключевых задач автоматизации. Для оценки текущего уровня развития вашего склада рекомендую вам использовать специальный тест, размещенный на сайте www.axelotlogistic.ru. В нижнем правом углу вы можете найти ссылку на этот сайт. Принцип работы ВМС состоит в том, что территория склада разбивается на зоны по видам технологических операций в целях автоматизации процедур, приемки, размещения, пополнения, хранения, комплектации, отгрузки, возвратов. Данное разбиение позволяет упорядочить работу персонала на различных участках и эффективно распределяет сферы ответственности. На стадии внедрения ВМС-системы заносится описание физических параметров склада, параметров погрузочной техники и всего используемого оборудования, а также правила работы с ним. Для обеспечения производительной работы ВМС-системы обеспечивается пометка всех входящих грузов штрих-кодами. Все последующие складские операции выполняются на основании штрих-кодов, контейнеров, товаров, ячеек склада, погрузочной техники и бэджиков сотрудников. Система при планировании размещения, отбора и подпитки учитывает все требования к условиям хранения. Например, могут учитываться влажность, температурный режим, сроки годности, производители, сроки реализации, поставщики, правила совместимости и любые другие параметры. Все задания поступают на экраны терминового сбора данных или распечатываются на рабочих листах в виде элементарных, поэтапных команд, индивидуально для каждого работника складского комплекса. При формировании команд система разрабатывает оптимальные маршруты перемещения техники по территории складского комплекса, что позволяет уменьшить холостой пробег погрузочных средств. В системе мгновенно обновляется вся информация о местоположении грузов, наличии товара на складе, действиях работников и произведенных операциях. Для удобства имеется возможность наблюдения за складом в режиме трехмерного графического отображения. По результатам работы или состояния склада система позволяет формировать отчеты, которые могут как выводиться на печать, так и передаваться в корпоративную информационную систему. Функционал современных мгновенно-систем постоянно обогащается новыми функциями и технологиями. Например, на этом слайде представлены только некоторые из них. Каждую технологию нужно обсуждать индивидуально с каждым клиентом и исходить из его особенностей, потребностей и выделенного бюджета. Многие из представленных тут технологий реализованы и представлены нами в демонстрационной комнате компании Axelot. Для каждого клиента мы можем подобрать его индивидуальные решения, подходящие именно ему. Обращайтесь, приходите в гости, поможем и продемонстрируем. На этом краткое описание общих возможностей ВМС-системы закончим, чтобы вернуться к основной теме вебинара, посвященного вопросам реализации бумажной технологии ВМС. В первую очередь мы представим принципы бумажной технологии ВМС. Бумажная технология основана на печати заданий, которые выдаются конкретным исполнителям. Чтобы задание попало в своему адресату, нужно дополнительное время. Индентификация объекта при использовании бумажной технологии визуальная. Сотрудник склада читает то, что написано в задании, смотрит, что лежит в ячейке и принимает решения. Фиксация всех выполненных заданий, а также заданий, выполнение которых отклонено из-за невозможности отбора или размещения товара, изначально фиксируется в бумажном виде. Затем бумажное задание с пометками передается оператору, а он, в свою очередь, должен внести отметку о выполнении или отклонении задания в ВМС-систему. Прежде чем переходить далее к самой технологии, давайте определим принципиальное место бумажной технологии во всем спектре возможных IT-решений по автоматизации складского комплекса. С одного с края спектра разместим традиционную технологию по организации работы склада с использованием бумажного документа оборота. А с другого края этого спектра у нас будет ВМС-система с использованием беспроводного оборудования и радиотерминалов. В рамках данного спектра IT-решений реализация бумажной технологии ВМС значительно ближе тяготеет к беспроводным ВМС-системам. То есть бумажная технология ВМС – это далеко не промежуточный вариант между полным отсутствием автоматизации и полной автоматизацией складского комплекса. В рамках работ проекта по внедрению бумажной технологии ВМС придется пройти все те же самые этапы и стадии, что и при реализации проекта при внедрении беспроводных ВМС-систем. А может быть даже и общий объем услуг возрастет. Хочу отдельно отметить, что в случае с бумажными технологиями капитальные затраты на оборудование конечно снизятся. В частности, нет необходимости покупать беспроводной коммутатор, точки Wi-Fi доступа, беспроводные терминалы сбора данных и сопутствующие этому оборудованию услуги. К сожалению, данные сокращения IT-инвестиций просто так даром не проходят. Величина удельных издержек на единицу товара на слайде вы можете увидеть И1 выше, чем это могло бы быть достигнуто при полной автоматизации на базе беспроводных технологий. Смотрите на слайде И2. При бумажной технологии среднее время выполнения складских операций, как правило, увеличивается. Вероятность ошибок возрастает. В основании всего вышесказанного возникает вопрос, где и когда целесообразно применение бумажной технологии в МС-системе. Основываясь на опыте и знаниях МС-систем, мы можем выделить следующие основные предпосылки для выбора бумажной технологии. Технические ограничения по развертыванию Wi-Fi. Организационные ограничения. Например, следствие особого режима по информационной безопасности, который запрещает беспроводные технологии. Краткосрочная аренда и частые переезды склада. В этом случае не целесообразны дополнительные инвестиции в IT-инфраструктуру склада. При смене склада вы все, в том числе и свою МС-систему, можете забрать с собой. Небольшие склады. И как следствие, небольшие расстояния для складского персонала каждый день. Узкий перечень ассортимента. Для складов, на которых находится товар, не поддающийся маркировке. Для складов с открытыми территориями. Без возможности организации беспроводной сети. И в случаях при ограниченном IT-бюджете. Но еще раз обращу ваше внимание, что при снижении капитальных вложений в технологию работы, неминуемо уровень переменных издержек будет выше, чем это могло бы быть достигнуто при использовании ВМС по беспроводной технологии. Теперь я передаю слово Марии. Она раскроет для вас тему «Глубже о реализации бумажной технологии в 1С ВМС 4 редакции». Мария. Да, коллеги. Сегодня мы рассмотрим бумажную технологию, применительную к 1С ВМС. В общем, видишь, что это две основные схемы работы бумажной технологии, которые, собственно, хотелось сегодня рассмотреть. Первая схема – это ручная выдача задач диспетчером. слайд, который вы видите на экране. В чем основной смысл? Диспетчер распечатывает задание на исполнение и передает его сотруднику склада. Сотрудник склада читает, соответственно, что написано в задании, смотрит, что лежит в ячейке, и выполняет задачу. Расхождение фиксируется на бумажном носителе, которое после обработки передается диспетчеру склада, и уже диспетчер склада вносит определенные пометки и завершает задачи непосредственно с помощью компьютера. Вторая схема, которую также хотелось бы рассмотреть, подразумевает выдачу заданий без привлечения диспетчера склада с помощью стационарного рабочего места выдачи задач. Примеры вы можете видеть на данной фотографии. Подобное рабочее место оборудовано, например, моноблоком с подключенным скандером в считывании штрих-кода. В чем суть данной схемы работы? Исполнитель подходит к рабочему месту, распечатывает лист с заданием и идет его выполнять. По факту выполнения фиксирует факт завершения также в рабочем месте. Диспетчер в такой схеме может вмешиваться только для решения конкретных отклонений. То есть здесь непосредственно работа выполняется исполнителем, сотрудником склада, который самостоятельно получает задачи и выполняет их завершение непосредственно с помощью рабочего места. И, наконец, функционал системы, который представлен по перечисленным двум схемам. Рассмотрим первый вариант выдачи и выполнения задач с помощью интерфейса рабочего места диспетчера задач, который вы видите на данном слайде. В данном рабочем месте сгруппированы рабочие потоки задач на исполнение. Мы здесь видим рабочие потоки, сами задачи и рабочие листы, которые формируются непосредственно в виде заданий, выдающихся исполнителям склада. Если окунуться в терминологию, система, что такое задача? Задача – это действие с одним товаром или контейнером, носителем товара. Вот здесь мы можем видеть на экране, например, задачу на отбор товара. То есть мы видим тип задачи, ячейка, откуда необходимо товар взять, зона и ячейка, куда нужно товар разместить, и, собственно, сам товар и нужное количество. В данном рабочем месте отображаются списки задач на исполнение. Задачи могут быть сгруппированы в рабочие потоки, которые мы видим в верхней части экрана. Рабочие потоки – это некие потоки задач, которые могут быть сгруппированы по различным абсолютным критериям, например, в зависимости от использованной техники. Соответственно, диспетчер склада, выделяя конкретный рабочий поток, в нижней табличной части видит список задач, которые активны по данному рабочему потоку на данный момент. Диспетчер может выделить список задач на исполнение и по команде «Сформировать рабочий лист» сформировать некое печатное задание на исполнение сотруднику склада. По команде «Назначить исполнителю» задание будет назначено конкретному сотруднику на исполнение. Здесь мы можем увидеть список рабочих листов сформированных и, соответственно, сотрудников, которым эти рабочие листы назначены. Диспетчер производит печать рабочего листа и дает ему на исполнение сотруднику склада. По факту исполнения задач по рабочему листу сотрудник склада отдает лист диспетчеру, который отражает факт исполнения системы. Вот таким образом выглядит первая схема выполнения задач, то есть когда у нас участвует диспетчер склада и непосредственный исполнитель. Кроме ручного формирования задач, когда диспетчер выбирает сам список задач на исполнение и производит формирование рабочего листа задач, в системе существует автоматическое формирование бумажных заданий по заранее заданным правилам. Вот этот набор правил вы можете наблюдать на данном слайде. В отдельном справочнике в системе можно задать критерии автоматического формирования рабочих листов. Например, можно задать правила, по которым группировка задач будет происходить по признаку конечной зоны, куда товар необходимо переместить. Таким образом исполнителю будет выдан уже конечный рабочий лист, в котором содержится задача на перемещение в одну конечную зону. Вот пример данного правила как раз таки отображен на данном слайде. Другим вариантом группировки задач может служить, например, группировка задач на оббор по принадлежности к одному заказу. В этом случае один рабочий лист будет содержать задачу только по одному заказу на отгрузку, который, соответственно, будет выдан исполнительно на выполнение. Критерия создания правил задается в списке доступных полей, которые мы увидим на данном слайде. Для отработки правил формирования в системе предусмотрено некое регламентное задание, по факту запуска которого происходит группировка задач в рабочий лист. В регламентном задании можно задать определенное расписание, по которому будет срабатывать формирование. Например, раз в 10 минут мы задаем такое расписание, по которому, соответственно, системе будут создаваться рабочие листы по заранее заданным правилам. Результатом планирования будет являться рабочий лист со списком задач по этим правилам, которые мы задали. По данному листу можно указать исполнителя, а также распечатать бумажно-листное исполнение. Для каждого типа операций создается отдельный вид печатной формы. Также возможно редактирование печатных форм для вывода необходимой информации. То есть это стандартный механизм печатных форм 1С здесь задействован. Мы можем вывести любую информацию, которую система содержит, на рабочий лист. Также каждая печатная форма содержит штрих-код, идентифицирующий номер задания. Данный штрих-код позволит нам на последующих шагах путем сканирования с листа получить список задач на исполнение. Также штрих-код может использоваться при дублирующей технологии, когда используется на складе одновременно и бумажная технология, и технология с применением терминалов сбора данных для получения задач на терминале. То есть кладовщик сканирует штрих-код с рабочего листа и получает список задач на исполнение на терминале сбора данных. Как мы уже рассматривали ранее, процесс выдачи бумажных задач может производиться стандартным образом, когда исполнитель подходит к диспетчеру за листом заданий и возвращает его по факту исполнения по заранее озвученной схеме, а может производиться с помощью рабочего места выполнения задач. В этом случае на складе устанавливается компьютер или моноблок с сенсорным экраном с подключенным сканером вчитывания штрих-кода. Сотрудник склада подходит к данному рабочему месту, сканирует штрих-код своего бейджика и получает задания по рабочему листу. Если сотрудник универсальный, то есть может выполнять несколько операций на складе, например, размещение, перемещение товара, сортировка выдачи задач происходит согласно приоритету заданий, заданных в его складской роли. В интерфейсе данного рабочего места доступно несколько команд. Интерфейс мы можем видеть также на данном слайде. Сотрудник по команде «Печать» может получить печатную форму задания и в случае какого-то форс-мажора может отменить задание по соответствующей команде. При отмене задачи по рабочему листу задачи становятся свободными для исполнения другим исполнителям. После исполнения рабочего листа сотруднику необходимо вернуться к рабочему месту для фиксации факта отработанного задания. Как происходит процесс фиксации? Исполнитель сканирует штрих-код своего бейджика с печатной формы рабочего листа. После этого исполнителю предоставляется следующая команда. Он может закрыть рабочий лист. Если он выполнил задание без отклонений, в системе производят закрытие всех задач, которые были назначены данным исполнителем. Мы считаем, что задачи выполнены без отклонений. Сотрудник может перепечатать рабочий лист в случае необходимости. Например, лист потерялся или замялся, или еще какая-то причина произошла. Также сотрудник может указать, что при выполнении задачи были обнаружены отклонения. Например, не было возможности переместить товар в определенную ячейку ввиду ее занятости. Для этого есть соответствующая команда в рабочем месте. При последней команде рабочий лист сотрудника переходит в промежуточный статус. Система есть отклонения. Этот статус является некой информацией для диспетчера, что в нем необходимо отразить, соответственно, что произошло в данной операции. Рассмотрим еще одно рабочее место, которое реализовано специально для бумажного отбора. Опять же, оно может быть представлено стационарным рабочим местом или моноблоком с подключенным сканером считывания штрих-кодов, которым подходит исполнитель для получения своих задач. Данное рабочее место можно использовать для работы с кластерным отбором, когда сотрудник склада одновременно собирает несколько заказов в отдельную тару. Кластерный отбор в основном применим при отборе мелкоштучного товара и представляет собой следующий процесс. Сотрудник склада ограничен заданным количеством одновременно собираемых заказов, например, четырьмя заказами. Каждый заказ при этом привязан к конкретной таре, например, к какой-то коробке, либо лотку, либо полейце, в которой будет производиться сборка. Сотрудник склада перед выполнением отбора берет эту тару, в которой будет складывать товар, и дальше под управлением системы производится сборка товара под заказ. Система подсказывает, какой товар из какой ячейки в какую коробку положить. Подобный процесс может быть реализован по бумажной технологии с помощью данного стационарного рабочего места. Также из рабочего места возможно распечатать упаковочные листы и этикетки, которые содержат информацию в упакованных грузах. Если рассмотреть подробно функционал классного отбора в данном рабочем месте по бумажному носителю, соответственно, какие команды существуют в данном рабочем месте. Команда печать – стандартная команда. По данной команде исполнитель распечатывает лист отбора, берет контейнер отбора, который указан в рабочем листе, и идет, соответственно, собирать товар. Для визуальной идентификации контейнеры могут быть выделены цветом. Здесь, например, контейнеры выделены желтым, красным и синим цветом, которые соответствуют лотку сборки. То есть этим цветам соответствуют короба или лотки, в которые товар собирается под конкретный заказ клиента. Цвет контейнера может быть задан в системе и выведен на бумажное задание и упаковочный лист. Скриншот с соответствующим рабочим листом мы могли наблюдать на предыдущем слайде. Далее сотрудник склада выполняет сборку по каждому заказу, складывает товар в лоток. И по факту завершения отбора, опять же, возможны следующие варианты обработки заданий. Если отбор произошел без отклонения, сотрудник может нажать команду «Завершить рабочий лист», и при этом завершаются все задачи на отбор по данному рабочему листу. Может повторно распечатать лист отбора в случае необходимости по соответствующей команде в интерфейсе рабочего места. И также удобный механизм, реализован в данном рабочем месте, это фиксация отклонения. То есть сотрудник склада может самостоятельно в данном рабочем месте зафиксировать какие-то отклонения, если заказ, например, был отобран не полностью. В этом случае выводится подобное окно, в котором сотрудник может нажатием «плюс» и «минус» указать, например, что какого-то товара было отобрано меньше, чем изначально планировалось в рабочем листе. Использование подобной схемы отбора позволяет значительно повысить эффективность и скорость сборки даже при применении бумажной технологии. Цветовая идентификация контейнеров в системе помогает сократить ошибки при сборке и отработке отклонений. Подобная схема использовалась на одном из наших проектов, в том числе эта схема была применена без использования физических лотков сборки или коробов сборки. Товар собирался на палету, которая визуально делилась на четыре части, и каждая часть была выделена под одну стопку с товаром. Каждая стопка визуально была идентифицирована упаковочным листом, на который выводился цвет, то есть цветовая идентификация. Это позволило кладовщику при завершении отбора и на этапе дальнейшего контроля с помощью рабочего места быстро определять нужный контейнер-стопку и соответствующий заказ. Безусловно, по бумажному листу также могут быть выполнены и другие операции на складе, не только отбор, перемещение и пересчет товара. Так, например, можно выполнить приемку по приемному листу. В данном случае схема используется стандартная, то есть производится печать заданий непосредственно из формы документа приемки диспетчером. выполняется печать приемного листа, которая осуществляется из формы заданий на приемку, и бумажное задание передается исполнительно на выполнение, после чего диспетчер склада вводит информацию по исполненному заданию в системе. Данная технология приемки может быть применима на складах, где, например, трудно организовать Wi-Fi сеть. Ну и в качестве резюме, что хотелось бы сказать. Несмотря на то, что четвертая редакция 1СВМС в основном ориентирована на применение онлайн-технологий, таких как использование терминалов сбора данных и голосовых технологий, бумажная технология остается в некоторых случаях даже также востребована и всегда является резервной. Как всем нам известно, склады бывают абсолютно разные. Есть высокоинтенсивные, круглосуточные склады с большой площадью, бесперебойно работающие, где стоимость ошибки слишком велика. В этом случае, конечно, логично говорить об отказоустойчивом режиме работы онлайн с применением мобильных технологий. Но бумажные технологии преимущественно все же сохраняются на небольших складах, где нецелесообразно проводить дорогую автоматизацию, по крайней мере, на первом этапе. А на некоторых операциях при должной технологии может дать эффект сопоставимый от внедрения терминальной технологии. На этом у нас все, коллеги, мы ждем от вас вопросов. Уважаемые коллеги, как и обещали, мы перешли к разделу, посвященному вопросам. Теперь мы считаем вопросы. Получили вопрос. Переход на четвертую версию стройки предусмотрен? Да, конечно, можно перейти с третьей редакции на четвертую редакцию. Но здесь нужно конкретно данный вопрос обсуждать. Непосредственно смотреть склад, на котором используется третья редакция. В четвертой редакции есть несколько механизмов, которые позволят, например, выгрузить остатки товаров из предыдущей системы, выгрузить номенкатурные справочники. То есть есть некие механизмы, которые позволят, по крайней мере, данные по остаткам и НСИ перегрузить из одной системы в другую. А с точки зрения перехода здесь нужно обсуждать, потому что любой переход на другую систему, он требует каких-то дополнительных консультаций, обучения и так далее. Поэтому технически это возможно, но здесь нужно разговаривать о конкретном наборе консалтинговых услуг. Спасибо, Мария. Следующий вопрос. По деньгам сколько это обойдется? Уважаемые коллеги, все вопросы, именно связанные со стоимостью данного проекта, мы будем обсуждать индивидуально с каждым из вас. То есть для того, чтобы сформировать стоимость, во-первых, надо получить описание вашей задачи. Поэтому, если у вас действительно такие возникают вопросы, пишите на нашу электронную почту омсобачка-акселот.ру. Мы будем оперативно отвечать на них. Идем дальше по вопросам. Добрый день. Уточните, пожалуйста, какая технология с точки зрения операции отбора быстрее, бумажная или с использованием штрих-кодов? На самом деле здесь нужно учитывать несколько факторов по поводу скорости сборки. Если говорить о технике выполнения отбора, то, как правило, бумажная технология быстрее. Но здесь я имею в виду сам процесс сборки, когда сотруднику необходимо в процессе отбора подойти к ячейке, просто сделать какую-то пометку в листе и отобрать товар. Здесь нужно учитывать такие критерии, как, например, точность сборки. То есть качество, которое требуется выполнять на данном процессе. Опять же, нужно учитывать время, которое тратится на обработку каких-то отклонений. Если мы говорим об использовании терминальной технологии, когда мы, если видим, подойдя к ячейке, что товара нет, мы сразу можем в онлайн-режиме зафиксировать это с помощью терминала, то при бумажной технологии есть какой-то люфт времени, когда оператор должен или диспетчер, или сам сотрудник внести какие-то отклонения в систему. Поэтому с точки зрения непосредственного исполнения, обычно бумажная технология быстрее. Но с точки зрения качества и так далее, здесь нужно и обработку отклонений, здесь нужно учитывать все эти параметры при соответственной выборе той или иной технологии. Спасибо, Мария. Следующий вопрос здесь немножко из контекста вырван. Список зон выгружается, это, видимо, когда предыдущий был ответ. Список зон, если говорить о выгрузке топологии, здесь, честно, вот так сходу не смогу ответить, скорее всего, да, но это можно уточнить на нашей линии консультации, ВМС, собака, аксио.ру, где соответствующие специалисты технически смогут вам точно ответить на данный вопрос. Следующий вопрос. Переход с тройки на четверку платный. В принципе, этот вопрос можно на две части разделить. Первая часть – это стоимость лицензии, и вторая часть – именно услуги. По лицензиям лицензирование в четверке немножко различается от тройки, и в фирме 1С предусмотрены все процедуры стандартного апгрейда. Если вам нужно рассчитать, сколько именно для вас будет стоимость перехода лицензий, также обращайтесь, укажите те лицензии, которые у вас имеются, и мы для вас рассчитаем стоимость перехода, стоимость приобретения лицензий четверки. По услугам ответит Мария по переходу с тройки на четвертую. Опять же, здесь нужно рассматривать каждый конкретный случай, о чем я говорила ранее, что касается услуг. То есть в зависимости от подготовленности IT-специалистов, заказчиков, в зависимости от степени обучаемости. То есть это может быть, например, проведены некие консалтинговые услуги по обучению сотрудников, которые могут в дальнейшем уже произвести самостоятельно переход на четвертую редакцию. А может быть идти речь о полноценном проекте, условно, когда мы сами выполняем полностью настройку системы четвертой редакции, обучение пользователей и поддержка на этапе запуска. То есть вариантов их много, достаточно, и нужно рассматривать каждый конкретный вариант в зависимости от потребностей. Так, следующий вопрос. При кластерном варианте возможно ли отключить выбор контейнера? Здесь не очень понятно, что имелось в виду. Если я правильно понимаю, вы мне потом напишите, пожалуйста, уточнение. Выбор контейнера имеется в виду в рабочем месте, можно ли отключить? Если это имеется в виду, то нет, контейнеры, они в любом случае выбираются. То есть мы должны в начале выполнения операции зафиксировать, с какой тарой условно мы работаем. Если действительно хотите поглубже узнать, пожалуйста, уточните вопрос. Я имел в виду вопрос при кластерном варианте, возможно ли отключить выбор контейнера. Вопрос задают насчет записи вебинара. Запись вебинара будет выложена на нашей страничке в YouTube, и вы сможете в любой момент с ней ознакомиться. Так, следующий вопрос. Есть ли у вас вариант программного обеспечения для устройств на Android? На самом деле на текущий момент нет, потому что основное оборудование, с которым мы работаем, это терминал сбора данных в марке Motorola. Основное оборудование, оно не на Android, то есть, в принципе, на рынке представлены, если говорить о промышленном оборудовании, то на рынке представлены обычно с операционной системой Windows Mobile или Windows CE, соответственно, наше приложение, оно заточено под эту операционную систему. Коллеги, следующий вопрос. А использование мобильных рабочих мест не позволяет ускорить и повысить качество отбора? Использование рабочих мест, безусловно, позволяет повысить и скорость, и качество. Если говорить, опять же, возвращаться к вопросу, а что быстрее, конечно, позволяет. Но здесь, опять же, нужно учитывать то, что, если проводить параллели с терминальной технологией, люфт времени, то есть, сотрудник ушел с бумажкой, собрал товар, и только после того, как он выполнил всю сборку, подошел к рабочему месту и, соответственно, там, ввел какие-то отклонения или факт завершения задач. Если говорить о терминальной технологии, то обработка задач происходит в онлайн. То есть, мы отобрали товар из ячейки, сразу же у нас в системе товар из ячейки списался. Поэтому, безусловно, да, эффект, он значительный, и скорость, в принципе, достаточно увеличивается при использовании данных рабочих мест. Но, опять же, нужно рассматривать, смотря какой показатель эффективности вы хотите достичь за счет использования той или иной технологии. То есть, опять же, область применения технологии бумажной мы озвучивали, поэтому вот такая концепция. Спасибо, Мария. И тут целая группа вопросов относительно производительности четверки по сравнению с третьей версией. Прямо здесь три вопроса, фактически чуть ли не подряд идут. Уважаемые коллеги, сравнение версий четверки и тройки по функциональности именно в маркетинговом плане есть на нашем сайте. Мы эту информацию всегда актуализируем, то есть, если появляются какие-то обновления, дополнительные функционалы, мы всегда эту информацию актуализируем. Может быть, Мария что-нибудь добавит по этому вопросу? Да, в общем-то, нет. Хорошо. Так, следующий вопрос. Так, ну, я так понимаю, мы ответили на вопрос по классному отбору. И, собственно, больше вопросов. А, кстати, я вот хотел еще отметить, что, когда используете мобильное рабочее место, вы можете... там сенсорный экран, и на этом сенсорном экране кладовщики могут работать без использования клавиатуры и мышки. То есть, они могут руками выполнять все операции. Так, здесь задают вопросы о демо-версиях. Уважаемые коллеги, если вам необходимо посмотреть, поиграя с системой, пишите нам на электронный адрес omsobachka.ru. После того, как мы поймем вашу задачу, рассмотрим, мы сможем вам предоставить и показать, как работать с системой. Так, уважаемые коллеги, на этом у нас вопросы заканчиваются. А, вот еще один появился. Весь функционал в вебинаре есть в типовой конфигурации. Да, совершенно весь функционал, о котором мы сегодня говорим, он есть в типовой конфигурации системы, последнего релиза. Все, коллеги, на этом вопросы основные закончились. Если у вас все-таки остались какие-то вопросы, вы всегда можете позвонить нам по телефону 495-961-2609 или прислать запрос на электронную почту omsobachka.ru. Еще раз напоминаем, что материалы данного вебинара вы можете найти на нашей страничке в YouTube или на сайтах axelot.ru и axelotlogistic.ru. Всем большое спасибо. Продолжение следует...